Привет, друзья! Я вам сейчас покажу, где мы живем на Пхукете. Нашу небольшую квартиру, или как здесь это называется, кондоминиум. В общем, здесь у нас вход. Много шкафов, что, кстати, очень удобно. Здесь можно оставить свою обувь и так далее. Вот так вот. Здесь стиральная машина. Я не знаю, радоваться здесь этому или нет. Как бы просто на Бали это была редкость. А здесь, не знаю, принято так, не принято. Это холодильник большой. Здесь сразу все переходит так в кухню. Мы, если честно, уже в процессе сборки вещей. Мы собираемся, вот сейчас кушаем. Скоро у нас самолет. И я вспомнила, что я вам не сняла, где мы живем. Кухня вот такая небольшая, но достаточно комфортно здесь. В принципе, мы вот здесь жили практически месяц, готовили, и нам было норм. И вот такой небольшой столик. Ну, нам тоже на двоих норм. В принципе, я думаю, если будет уже три человека или семья с ребенком, уже будет мало места. Потому что тут вот буквально всего два стульчика. Здесь мы, собственно, и кушаем. Но кушаем мы дома редко. В основном завтракаем. Здесь же, ну, так сказать, прихожка. Я не знаю. Сразу идет туалет, душ. Места тоже много. Раковина единственная неудобна. В целом все круто. Тоже очень много шкафов. Это очень комфортно. Здесь, кстати, чистые полотенца, постельное белье. Все было здесь сразу. Душевая. За стеклом. В некоторых номерах в отеле, где-то мы жили. Так, ну, тут наши вещи. Я говорю, мы вот собираемся. Где-то мы жили, там даже стекла не было. И прямо на унитаз все. Вся вода лилась. И теперь выходим отсюда. Здесь вот так идет, как зал, спальня машет. Ну, то есть сразу два в одном. Ну, и как обычно, да. То есть квартира-студия. Кровать большая, удобная, комфортная. Очень много разного света. Вот тут всякие подсветочки включаются. Сверху тоже свет разный. Здесь, кстати, есть как вентилятор, так и кондер. Иногда с кондером то холодно, то еще что-то. То мы вот, бывает, включаем вентилятор. Потом, что еще? Шкаф большой, просторный. Все вещи туда вместились. Даже наши чемоданы туда вместились. Небольшой рабочий столик. Но вот Виктор проводит здесь уроки, обучение, созвоны. Этого достаточно. Очень удобно. Интернет тут хороший. И он у нас включен в нашу оплату. Единственное, что у нас будет считаться отдельно при выезде, это стоимость электричества и воды. Но мы не знаем, сколько тут выйдет. Мы уже вот съезжаем. Скоро, видите, у нас чемоданы тут стоят. Мы упаковываемся, собираемся. Это как бы зал. Да, зал. Тут у нас тоже все стояло. Наши личные вещи очень удобно. И когда нас уже посчитают, я подпишу под этим видео, сколько у нас вышло по оплатам. Тут вот у нас гекконы водятся. И вот это вот они тоже делают. Да, мы уже привыкли. Вон там вверху они вот в той перегородке живут. И здесь, как Виктор говорит, это мой кабинет. По колхозному, как обычно, мы вот все заправили пледиком. Вот. Здесь Виктор тоже в основном лежа работает. Когда у него созвонный, он садит там. Ну и вот такой балкончик. Тут красивый Виктор стоит. Сосед вон там, вон в трусах. И у нас вид с балкона на соседнее здание. Мы брали уже просто быстро-быстро, что было. Но, если честно, вы можете и вот в соседнем здании. Это все одно и то же. Только здесь называется, смотрите, Relife в Индии. А наше здание просто кандеминимум Relife. Там парковочки есть. И в нашем здании есть парковка. Я вам сейчас покажу. Здесь вот у нас один вход с этой стороны. А есть вход еще с другой стороны здания. То есть, вот тут вот парковки для машин. И вот здесь дорога. С той стороны есть тоже вход здания. И виды на ту сторону с балконов. Там вид на бассейн. На что еще? Ну, короче, красивый вид, симпатичный. Но у нас вот на здании, ну, тут тоже красиво. А еще у нас много кошечек здесь. У нас были виды Cat's View, называется. Мы им всем имена уже дали. Так, друзья, я только добралась до улицы. В общем, вот с этого здания оттуда я снимала вам. Видно вот это здание в окно. Сейчас я вышла на улицу. Вот здесь главный как бы вход, въезд. Здесь с той стороны, с правой стороны, ну, там такая зона, типа посидеть. Столики стоят. Здесь получается ресепшн. Relife. Вот Новый год у них, видите? Сюда вот почту всем привозят. Здесь обычно охранник сидит. У нас там на втором этаже номер. Это уже как бы подъезд идет. Кто-то продукты привез. Не знаю, кому это массажное кресло. То ли охраннику, то ли гостям. А тут вот уже пошли квартиры. И вот такие вот подъезды, или как это назвать. Вот. И так пятиэтажное здание идет. Здесь есть на территории туалеты. Туалеты, душ женский, мужской отдельно. Тренажерка. Она небольшая. Вот эта вся тренажерка. Но некоторые тренажеры не работают. Ну, в принципе, походить, потренироваться, как бы, для себя так пойдет. И вот здесь выход на бассейн. Там купаются люди. Я вот прям не буду их снимать, смущать. Но... Ой, в какую сторону. Вот так. Покажу вам территорию. Вот здесь басик. Сам бассейн. Там лизаки. Ну, кстати, достаточно большой. Прикольный. Тут у людей, кстати, прям сразу выход на бассейн. Балконы. Вот, посмотрите. Но, если честно, это не очень комфортно. Потому что постоянно там плескаются, купаются. И люди, и дети. Ой, как тяжело дрыжь закрывается. Также здесь на территории есть парковка. Внизу вы можете спуститься на лифте. Можете спуститься пешком здесь по лестнице. И мы обычно пешком так на второй этаж домой ходим, чтобы их долго ждать. И вот этот выход с улицы, который я вам показывала. То есть я сейчас по кругу хожу. Наш cat view. Cat, где остальные кошки? Почему ты сегодня одна дежуришь? А вот она. Мы называем ее морской супермен. Кто понял, тот понял. Пузатая эта кошка. Еще есть у нее очкарик. Она такая же черная, только у нее на глазках пятнышки, а не на мордахе. И вот он, выход на вот это вот соседнее здание. Я кругом обошла. И вот здесь вот у нас на втором этаже балкон. Ой, телефон чуть не уронила. Я иду вот с магазина с покупочками. Кря-кря. Идет, есть, наверное. Лапку вон, видите, высовывает. Они такие трусливые, но есть они и идут. Вон, видите, вот это вот полный. Спасибо. А больше не будем. Вот здесь вот. Что? Продолжение следует. Что?